всем привет это новый выпуск еды человека и сегодня у нас будет обзор шоколадной пасты ну в общем это вы видели уже наверняка из названия так где моя большая ложка точнее маленькая подходящая и так по идее всегда и постоянно продолжается поиск и подписчики не подписчики очень зрители спрашивали у меня а если какая-то шоколадная паста не менее вкусная ну и лучше вкуснее чем нутелла поэтому нутеллу я всегда беру за идеал шоколадные пасты потому что она реально вкусная вкуснее и и пока я не пробовал и вот сейчас в обзоре у меня шоколадные рейки вот такая шоколадная паста шоколадные рейки изготовлено для зао тантер адека это для магнита в магните короче продается на Nietzsche у всех для в магните купленная паста шоколадные шоколадные рейки сделано в Краснодаре. Так, изготовитель, хотя нет, в Питере сделано. Вот, называется шоколадные реки. Ну и прочитаем состав. Сахар, растительные масла, ну, соответственно, по мере, чем больше, тем раньше идет по списку, то есть больше всего сахара, потом больше всего растительных масел, что, конечно же, не гуд. Сыворотка молочная, сухая, молоко сухое, обезжиренное, какао-порошок, порошок плодов рожкового дерева, эмулигатор, лицетин, ароматизаторы, антиокислители, Е300, Е307. Ну, в общем, состав так себе, но вспомним, что в нутеле тоже есть растительные масла. Итак, заценю. Вот видите, оно такого формата. Я не очень люблю такого формата, потому что чаще всего получается паршивенькое, лично на мой вкус, потому что это белое чаще всего не молочного вкуса, а какого-то непонятного. Тут, честно сказать, то же самое. Вот я пробую сначала белое, типа белый шоколад. Консистенция нормальная. Тут немного постояла из холодильника, как бы самое то. По консистенции не жидкая, не густая. Самое то, понятно, в холодильнике постоит, но даже вот после ночи в холодильнике оно все равно не такая твердая, как нутелла. Соответственно, больше растительных масел. Короче, сначала вкусно, но вкус не молочный, а какой-то, не знаю, какой-то сливочной начинки, какого-то крема непонятного. И привкус вот этой, как бы сказать, химии, что ли, каких-то вот растительных масел. В общем, чего-то не похожего на настоящий молочный шоколад. Вот такой вкусный, да? Так, берем коричневую, вот эту штуку. Коричневая составляющая. Вот коричневая составляющая более-менее. Не нутелла, конечно, но что-то похоже на шоколадную пасту и какие-то вот... Не, в конце такого послевкусия, что ясно, что это больше похоже не на шоколад, а на шоколадную плитку, ну, на заменитель шоколада. Короче, тройку. Тройку я могу поставить. Это не нутелла далеко не так, что вот нутеллу можно есть буквально ложками. Есть, есть, есть и не хочется останавливаться. Это так. Суррогат, по большому счету, нутеллы. Тройка. Почему не два и, ну, по пятибалльной шкале, из которой пятерка это сто процентов нутелла, вот, ну, либо что-то еще вкуснее, может быть, там пять с плюсом. Четверка это что-то такое похожее, то есть не нутелла, но очень вкусно, круто, что вполне. Тройка это так посередине. В принципе, сойдет. Не сказать, что блевотина там, не сказать, что невкусно, говно какое-то. Вот я бы двойку поставил, если бы было говно, вот. Но далеко не нутелла, далеко не нутелла. Чувствуется химия, чувствуется какие-то. Но стоит она сорок четыре рубля или сорок пять рублей. Вот. Стоит относительно недорого, относительно той же самой нутеллы. Поэтому можете попробовать, если вы не очень так разборчивы в шоколадных пастах. Лично мне особо не понравилось. Вот. То есть пусть дальше стоит в холодильнике. Продолжать, продолжать есть не особо хочу. Слишком сладкое и приторно как-то нехорошо, сладкое. Ну, с каким-то таким, с таким послевкусием неприятным. Не натуральным. Вот нутелла, несмотря на то, что там тоже есть растительные масла, она как-то ощущение полностью натуральной шоколадной пасты. В общем, нет никакого неприятного момента во вкусе. Ладно тогда, давайте всем пока. Такой быстренький обзор шоколадной пасты, увиденной в холодильнике. Всего хорошего. Пишите комментарии, советуйте мне свои шоколадные пасты. У меня обязательно хочу еще Алису протестировать и еще там какая-то есть. Не помню, как называется. Вот в пятерочке продается. Заценю, вам расскажу. Ну и всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok